Всем привет! Сегодня у нас последний выходной день после новогодних праздников. Завтра уже начинается трудовая рабочая неделя. Нам очень хотелось сегодня провести этот день как-то, ну, поинтереснее, что ли, съездить куда-нибудь, пожарить мясо. Но сначала мы, значит, до обеда проспали, потом пока собирались, пока искали где что купить. В общем, время сейчас уже почти 4 часа, пошел дождь еще как специально, поэтому не знаю. Мы, конечно, взяли с собой все, поехали, посмотрим, может быть, в другой части города дождя нет, хотя вряд ли. Ну, если, значит, приедем, там будет дождь, значит, придется ехать обратно. Будем надеяться, что он закончится, пока мы едем и мы сможем посидеть, спокойно поужинать. Отметить, так сказать, удачное окончание новогодних праздников и подготовиться уже морально к новой рабочей неделе. Дождик так и не закончился, но идет вроде такой небольшой, чуть моросящий. Смотрите, какой у меня новый трактор. Да, Сеня вот с трактором пошел гулять. Ну, в общем, решили все равно спуститься. Может быть, не промокнем. Смотрите, там на горе суп всех находится, там у них лежит снег. Вчера утром, мы утром вчера проснулись, был снег. Ну, где-то к обеду уже весь растаял, было так сыро, мерзко на улице. Сенька ходил, радовался, что снег лежит. Все равно там был снег. Утром даже собрался, сам сходил, погулял, хотя обычно он у нас один не ходит, даже в двор. У нас двор закрытый, такой небольшой, но он и то один туда не ходит, ему почему-то как-то страшно. А вчера увидел снег и на радостях побежал, сам оделся, пошел гулять. Здесь сегодня снега не было, а вот, смотрите, в субсейхе есть. Странно. Море сегодня такое голубое-голубое. Вот мы не одни такие сумасшедшие. Просто в такую погоду приходит пожарить что-нибудь. Что-то она тут какая-то полная разруха. Это волны такие, значит, были, что-то камни раскидали. Да, а вот купли, что-то море-то всякого. Тут же аккуратненько все было, чистенько. Обалдеть. Как после конца света. В общем, остановились мы вот на таком месте, не очень чистим здесь. Но вот там два хороших места заняты. А? Везде так не чистят. Да, везде, как-то, видимо, волнами выбилось всякий мусор. Ну, ладно. Мы люди непривередливые. Мне пришел китай монопод для вот этой экшн-камеры. Я уже снималась с ним, когда мы ездили на Кипуризовое озеро. Она, конечно, стоила не очень дорого. 300 или 400 рублей. Но, честно сказать, так. Не рекомендую никому покупки. Потом покажу вам, что за монопод. Если кто-то собирается брать, лучше не берите. Все хлюхает, все двигается. В общем, ерунда полная. Лучше все-таки на таких вещах не экономить, заплатить побольше, купить в магазине, но нормальное, с которым тебе не придется нервничать и волноваться. Там, потому что какое-то крепление такое ненадежное. Я все время вижу, что камера упадет и разбьется. Камеру тоже, скорее всего, кстати, придется отнести обратно в магазин. То ли у нее с прошивкой что-то не так. Может, ну, не знаю, посмотрят. Что-то она у меня барахлит уже немножко. Хотя ей что, два месяца, по-моему, всего. Не должно такого быть. Ну, либо флешка, либо сама камера. Что-то здесь плохо работает. В общем, отнесу и то, и то, и спределяю. Отдать вообще нужно было еще перед Новым годом. Потому что уже тогда мы поняли, что что-то с ней неладно. Но решили подождать, пока придут новогодние праздники. Я проверю, где там еще русских заводных. Потому что рассчитывали все-таки, что в новогодние праздники проведем свой досуг на Сыщино как-то. Но не повезло с погодой. Практически все праздники шел дождь. Поэтому мы практически все время посидели дома. Ну, и тут мы еще, я рассказывала, что лучше занялись поиском недвижимости. Поэтому практически все праздники, все выходные у нас ушли на поездки по домам. Без каких-либо развлечений. Поэтому все-таки мы еще сегодня шли выбраться на берег моря. Куда уже последние, наверное, недели у него ни разу даже на море не было. Ну что ж, мои дорогие, пока мы ездили и развлекались, очень вовремя вернулись домой. Только что приехал курьер и доставил мне вот такую вот посылочку. Это, я так понимаю, мой новогодний подарок. Я безумно довольна. Я не буду сейчас вам делать полностью обзор, потому что пока я еще сама, как видите, его не распечатывала, не испробовала, что он из себя представляет и достоин ли он вашего внимания. Поэтому, когда я его полностью испытаю, то обязательно, ну, если он мне понравится, ну, а я думаю, что такая вещь не может не понравиться, тем более одаренному коню в зубы-то не смотрят, я сделаю вам обзор. Поделюсь с вами своими впечатлениями, расскажу, на что он способен, покажу все и, ну, я думаю, что он меня не разочарует. То есть это та вещь, помните, я рассказывала, что я долго хотела приобрести себе либо робот-пылесос, либо вертикальный пылесос. Сейчас на камеру я его распаковывать не буду, потому что, ну, в общем-то, не имеет смысла. Я попользуюсь какое-то время для того, чтобы оценить все плюсы, все минусы, как он справляется со своей работой. И если он мне понравится, то я сделаю вам более подробный обзор, прямо все разложу по полочкам, протестим его, на что он способен. В общем, когда я с ним наиграюсь, я ценю все его достоинства и недостатки, то ждите подробное обзорное видео. Сейчас мы заходили в магниту дома, у нас тут рядышком с домом он есть, и там стояла целая витрина, ну, вчера мы тоже туда заходили за продуктами, и покупали Сеньке вот такую вот коробочку, представляете, там со скидкой вышло на сто, по-моему, сто там, сто десять, по-моему, рублей. Вот такой вот сундучок с бисквитиком. Да, и там, знаете, как сейчас это бывает, штрих-код с приложением, и там игра с Тимми. А сейчас вот Сенькой зашли, и там целая витрина сегодня стоит, прям целый стеллаж полный, вот с этими, со всякими детскими наборами подарочными, с ММД, с шоколадом, с Тимми, с миньонами. Вот, представляете, скидки такие, вот эта вот коробка огромная, с настольной игрой внутри. И с конфетками. С конфетками, да, она? Да. Не знаю, с чем. В общем, вот такая вот огромная коробка с настольной игрой обошлась в сто десять рублей. Вот этот вот вчера мы покупали за сто десять, сегодня он стоит уже восемьдесят с чем-то рублей. То есть скидка там получается сегодня, к примеру, вот на эту коробку, шестьдесят восемь процентов, если я не ошибаюсь. В общем, огромные скидки. Так что вот это на заметочку. Может быть, кто-то ходит в магниту дома и мог бы для своих деток тоже прикупить что-то вкусненькое по очень низкой цене. Вы посмотрите, сколько там было всего в этой коробке. Я думала, там просто, вот как здесь, к примеру, несколько бисквитиков лежит и настольная игра. А тут вообще получается целый новогодний подарок. Ну, это обалдеть, конечно, я в шоке. Я даже не думала, что может быть за сто рублей столько всего. Ну, он, получается, изначально стоил, ну, около двухсот. Все равно, получается, даже при полной стоимости этот набор менее двухсот рублей. Ну, круто. Коробочка вот так вот раскладывается. И здесь вот такая вот классная настольная игра. А вот здесь вот мы находим фишечки с кубиком. Кубик-то такой красивый, да? Красный, блестящий. Кстати, обратите внимание, он сделан с кристаллом. Так, вот сегодня на ужин готовлю ежики. Ежики обычные, соус из сметаны и томатного соуса. Ну, что-то там вроде кетчупа такое. Томатный соус какой-то. Не томатная паста, а именно соус. В общем, просто их смешала, разбавила водой, этой смесью залила. Сейчас у меня постоит оно еще, ну, может быть, минут 10, и можно будет доставать. Так, ежики у меня будут для мальчиков с пюре. И у меня на ужин, то есть это им, получается, там будет на два дня. И мне вот тоже на два дня будет рис с курочкой. Там я просто засыпаю рис на дно, специи, соль, заливаю водичкой. И сверху курочка в сметане и в тоже специях. Ну, там крылышки у меня. Четыре крылышка, по два крылышка на ужин. Сейчас у меня духовка освободится, и я уже поставлю вот это блюдо. Как видите, здесь у меня теперь вот так вот. Поставила я свою личную плитку, которую я использую обычно для съемки видеороликов кулинарных. Почему? Вроде бы тоже электрическая, да? Зачем вроде как бы я ее поставила? Стали замечать, что очень медленно готовится вот на этой плитке. Очень медленно. Особенно если поставить, к примеру, две кастрюли в раз, невозможно дождаться, даже чтобы вода закипела. Я сначала думала, что не хватает, может быть, напряжения. Но потом все-таки вот поставила вот эту вот свою и поняли, что вот на вот этой вот плитке все готовится просто в пять раз быстрее. Махом все закипает, махом все прожаривается. Может быть, у нее больше мощности, я не знаю. Хотя вот эта плитка тоже я бы не сказала, что слабенькая. Четыре киловатта потребляет. Моя потребляет три киловатта. При этом на ней готовится все в три раза быстрее. В общем, она мне тут, конечно, мешается. Я ее убираю обычно в шкаф. Но вот сегодня я раз готовлю, я ее достала, поставила. Сейчас она мне пока больше не нужна, поэтому я ее помою и уберу в шкафчик. Сейчас покажу, что по поводу Сениных занятий. Помимо тетрадок, которых мы занимаемся, каких-то готовых прописей, я подготовила ему целый план занятий. Я вам показывала, по-моему, его уже на каждый день. То есть в декабре месяце я создала отдельную папку в компьютере. И на каждый день подготовила там, то есть на каждый день сделала еще по одной папочке. То есть на 1 января, на 2, на 3. И в каждую из этих папочек я поместила определенное задание. То есть у меня была собрана уже целая коллекция различных заданий. То есть я уже просто распределяла их по дням. В какой день, какое задание, по какой тематике мы будем выполнять. То есть чтобы в каждый день у нас, к примеру, попало и письмо, и чтение, и творчество. Ну вот в таком плане. Затем я все задания распечатала. И вот таким вот образом, ну тут мы уже немножечко отстали, потому что в новогодние праздники не занимались. То есть я просто скрепила вот все задания на день. Они скреплены у меня скрепочкой, подписаны за какой день. И вот здесь на целый месяц. То есть задания абсолютно разные. Вот это, например, мы будем делать сегодня. Здесь нужно будет сделать аппликацию. Я думаю, что Сеня сам уже сможет вырезать, ну приклеить само собой. Здесь вот такие вот всякие задачки. Соединить предметы стрелками. На каждый день есть определенное задание с какой-то конкретной буквой. Вот у нас сегодня буква А. Здесь мы будем читать по слогам. И пропись тоже сюда же относится. Вот такие вот. В общем, плюсом к этим заданиям идут какие-то еще творческие задания. Но вот сегодня у нас тут и так аппликация. Поэтому больше мы ничего в этом духе делать не будем. А на завтра у нас, по-моему, там лепка из пластилина. На послезавтра рисование. На послезавтра поделка из природных материалов. Слава Богу, сейчас у нас здесь снега нет. И природных материалов всяческих завались. То есть на каждый день обязательно плюс вот к таким заданиям. К чтению, к письму, к логике, к изучению окружающего мира. Еще мы поем песни, учим стихи. Ну и плюсом обязательно какое-то творческое задание. На этом я, наверное, сегодняшний влог уже закончу. Сейчас мы с Арсением будем заниматься. Потом нам нужно еще немного поиграть в настольную игру, мы обещали. И уже, в общем-то, лягем отдыхать. Поэтому увидимся с вами в следующем видеоролике. Всем пока-пока.